добрый вечер это открытый вебинар в рамках предстоящего я уже не помню какой по счету профкурс 4 либо 5 всем добрый вечер и вот сегодняшняя тема это дисбаланс и как индикатор опережающий как триггер и одна из важных частей да вот из критериев списка критериев стратегиях как раз один из важных факторов и параметров так значит после вебинара минут 10 будет перерыв перед волосы онлайн и эта ссылка опять же то есть можете не выходить из этого вебинара и сразу же после перерыва начнется волосы онлайн значит группа еще формируется поэтому те кто хотят пройти их повышение квалификации в течение трех месяцев из которых два будет торговой стратегии тактики виды анализов подготовка ну в общем полная стажировка к реальной торговли и затем месяц практики на режиме real time открытие биржи и на виртуальном счету то есть платформе в офисе вести торговый счет и сделки будут транслироваться публично и можно будет корректировать вашу торговлю какие слабые места и нужно развивать и наоборот укрепить так что еще есть время значит понедельник 23 числа будет вступительная лекция те кто в группе и начнется стажировка 2 декабря будет старт курса стратегия для тех кто хочет создать торговую стратегию либо с нуля либо развить свою стратегию которая уже есть только ее до укомплектовать таким подходом как объемный анализ анализ дисбалансов анализ market profile тиковых данных корреляторов и улучшить показатели доходности так дисбаланс ну что мы знаем про дисбаланс и собственно зачем он нам нужен данные об объеме торгов которые идут с биржи транслируются и структурируются в виде гистограмм кластеров платформе волфикс и в разном ракурсе с разным значением отображается фильтрации в нижней гистограмме в виде беда ск в виде дельты и все это в совокупности если правильно анализировать и исчерить информацию дает хорошее понимание что что собственно происходит на рынке и давайте посмотрим точки которая ну вот на снт можем посмотреть еще какой-то нибудь инструмент который вы не против бы рассмотреть можете писать тикеры в чате что происходило с объемом на разворотных точках алексей 6 и хорошо после снт посмотрим еврей вот я загрузил за год котировку по снт склейка 4 контрактов и есть конечно аномальные объемы сейчас мы поставим фильтр на нижнюю гистограмму полтора миллиона пускай будет даже чуть чуть больше чуть больше это немножко маловато ну к сожалению тут был такой плотный боковичок несколько месяцев но все равно даже в этом здравствуйте вот в этом боковике есть ключевые локации которые очень важны в этом случае вот как раз по снт их это демон рисовал кого-то поддержка в котировке не пускать на продажу то есть здесь достаточно хорошо видно как поддерживали вот этот уровень и затем его все-таки пробили в августе и там также размещали крупные объемчики на поддержку котировки смотрите если вот этот разворот с трех восьмерок один три восьмерки мы назвали экстремум 5 миллионов контрактов оборот за торговую сессию на самой на сессии которая за год на самом минимуме находится это дисбаланс то есть я кстати специально выписал сейчас и примечание появится еще с описанию вот дисбаланс и баланс здесь два описания что такое ведь у вас появилось примечание 12 есть видно вода отлично спасибо значит дисбаланс отсутствие равновесия нарушение баланса причем это не биржевой лексикон это википедия общее слово в обиходе нарушение баланса правильно соотношение компонентов какого-либо процесса либо же действия и баланс состояние неподвижности равномерное движение находится кое-либо тело под воздействием равных противоположенно правильных и потому взаимно уничтожающих сил либо моментов ну здесь у нас две силы сила спроса и приложения поэтому в принципе рынок находится постоянно только в двух видах либо состояниях это баланс и дисбаланс ну сам по себе баланс для спекуляции не сильно привлекательное состояние рынка особенно при жестких таких флитах в узком коридоре и мат ожидания позиции слабая а риски принципе те же самые ну и постоянно можно заходить и будут выбивать по безубытку так как идет пила либо боковик плат как называют еще трейдеры а вот дисбаланс когда рынок движется то есть когда перевес той или иной силы в разы больше он как раз более импонирует и для торговли то есть как раз в сильные движения можно хорошо заработать в плане ну вот если волатильная сверх волатильная то есть аномально волатильный market вот допустим вот этот участок где с 18 0 8 было достаточно высокая ликвидность на всем этом снижении вот начиная с 20 90 и заканчивая минимальная цена 18 40 было здесь три сессии достаточно ликвидно шли с самого начала этого движения причем хочу заметить что хотел еще после дисбаланса темы понять тему как раз инертности рынка и если не успеем то тогда на следующие на следующий открытый вебинар он будет следующую пятницу мою эту тему затронем ликвидность на всем протяжении вот этого падения также на каждом экстремуме сейчас мы посмотрим еще другие рынки на и топовая топовый дисбаланс то есть нужно остановить это снижение вывести в баланс то есть когда рынок в дисбалансе на продажах либо на покупках первую очередь его нужно остановить то есть перевести в состоянии баланса то есть ликвидность которая идет допустим в данном случае со стороны селлеров нужно столько же по значению по количеству контрактов на выравнивание и выход рынка в баланс то есть флэп и затем еще догрузить и еще больше объема чтобы создать противоположное движение то есть создать дисбаланс на реверсивность таким образом все разворотные точки которая контролируется либо же в них принимают участие крупные игроки они проходят на повышенном объеме особенно хочу подчеркнуть покупки то есть рынок падать на слухи на на плохих отчетах очень легко может сорваться в продаже и ну даже вот поэтому снижению поиски перед экспирацией за несколько недель до экспирации это очень хорошо видно а покупки идут медленно тяжело и объемно поэтому продажи в этом плане они к ним нужно немножко мягче фильтрацию и порядок критериев можно добавить эту информацию свою стратегию и если вы работаете на экстремуме на вход ваша стратегия базируется как раз на выявлении точек смены тренда либо остановки тренда объем повышенный объем обязательно как раз любой тогда вопросы пошли крупные игроки изговариваются ну если учесть гигантов по штатам там bank of america city group у джи пи морган глобан секс и масштаб даже не масштаб ну их возможности то не я лично вот мнение придерживаю что монополия она принципе есть и просто как бы банки называют разными именами либо же этом дочерние какие-то компания либо предприятия либо те же интерес компании и влияние допустим того же голлман сакс либо city group на свои как бы филиалы в индии либо же в китае я думаю будет мгновенным если нужно там шортить какой-то маркет они не то чтобы просто берут и объемом давят на котировку им просто дешевле даже какую-то новость выпустить которая толпу на проинформирует на покупку либо же на продажу и затем это все аккуратненько собрать то есть тут даже вот на российском рынке неоднократно мы замечали новости онлайн я даже озвучивал такие ситуации как вот новость вышла причем за достаточно вроде как не там каких-то сторонних источников хороший ресурс не буду сейчас его называть интернет ресурс который сложно отнести желтой прессе то есть там вроде все хорошо официально и новость была о заключении контракта россии с китаем на поставку куда большого количества баррелей нефти и газа причем если внимательно прочитать эту новость и разложить ее на основные приложения и ключевые как бы факты которые там упомянулись то в итоге оказывается ну допустим текст сейчас прям слов слова не вспомнил но текст звучал примерно таким значит владимир путин при встрече с китайским управителем заключили либо обсуждали вопрос о заключении контракта при каких-то обстоятельствах если все будет хорошо то и дальше пошел текст количество баррелей на поставку газа и нефти то есть ни одного слова что это уже произошло что это действительно официально подписан контракт то есть если это произойдет в будущем возможно этот контракт будет заключен то есть но рынок отреагировал на эту новость причем мы это наблюдали даже онлайн сразу начались покупки и естественно через день даже на следующий вроде день начались корректировки и всех выбросили из рынка кто на этой новости зашел на покупку очень легко манипулировать толпой пару новостей выбросить про тот самый ну вы понаблюдайте особенно на популярных источниках каналах 7 даже на том же рбк понаблюдать за какими новостями и новости и как они озвучены то есть ну можно отличить где тексте звучит действительно утверждение факт и просто как бы описывается событие либо же текст построен так чтобы ну так вроде аккуратненько дезинформировать поэтому у многих известных богачей мира тот же самый рокфеллер если не ошибаюсь после empire star building он купил радиостанцию затем телевизионный канал ну грубо говоря манипуляция дезинформация уже идет на таком уровне то есть средства массовой информации через радио через и ну а на данный момент через интернет можно даже не имея своего телевизионного канала хорошенько так всех продезинформировать поэтому сговор я лично не знаю такой информации да то есть могу догадываться но то что там связь того же goldman sucks city group с федеральной резервной системы я думаю она достаточно тесно и плотно и возможно это одно и ну монополия практически ну по штатам монополия финансовом секторе так дисбаланс то есть наличие дисбаланса в точках входа либо же определение смену тренда мы возвращаемся к дисбалансу один из важных критериев то есть если у нас есть какая-то тенденция началом то есть ну как бы опережающий фактор опережающая информация о том что возможно остановка этой тенденции либо даже полный разворот это повышение ликвидности и затем да вот смотрите поздравляю уже 16 человек трейдеров кто прошел испытания скажите вот все кто сегодня сейчас вот онлайн вы прошли посылки которая была в рассылке правильно либо же были какие-то проблемы со входом и вы нашли старую ссылку и зашли постарай скайпе отлично по старой по старой скайпе наталья здравствуйте наташ ну молодцы и вот вот это сейчас те кто смекнул и сообразил как все-таки найти старую ссылку и пройти на вебинар те попали те кто не прошли испытания те будут записи смотреть конечно это не специально было сделано видно перепутали либо сделали ошибку и не могу не точную ссылку добавили в рассылку так первое это дисбанс по объему мы сейчас смотрим масштаб на интервале одного дня давайте по просьбе делаем тут еврик если вам примечание мешать не его сейчас скрою мы принципе его уже рассмотрели и отсудили так появились теперь вопросы сейчас подгружается еврик тоже за год пока грузится за год информация вот у нас уже 17 победителей мы рассмотрим обновление которое были недавно возможно вы уже них знаете возможно нет сейчас итак из очень интересных даже не интересных а важных моментов которые все-таки появились в платформе это дисбаланс я называю так перевес значит что такое фильтр по перевесу смотрите если проанализировать да и в принципе даже подумать логически как достигается момент то есть состояние дисбаланса когда у нас равное по ликвидности и байер и селлер то есть они перекрывают взаимно заявки ордера то есть кстати там был еще вопрос какой-то про объемы вот то есть принципе устраивает и байера и селлера эта цена и идет торговля да то есть если ликвидность обеих сторон есть то зачем цинить цене и как она вообще будет идти на рост как только с одной либо с другой стороны ликвидности становится меньше все меньше 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 ну допустим у селлеров все больше селлеров видит либо понимает что сейчас не самое время для открытия шортов печатной установку в америке еще не выключили федеральная система процентной ставки не повысила фондовый рынок в принципе будет еще потихонечку как раз под рождество под день благодарения тихонечко расти вот они перестают открывать шорты и сидят в кэше в ожидании кого-то армагеддона в америке а байеры в таком же режиме идут на по ликвидности и в стакане выставляют выставляют заявки на покупку их нет вернее как бы байер не сможет купить если нет селлера естественно там маркет-мейкеры стараются ликвидностью это все дело обслуживать но допустим в чистом виде вот рыночные взаимоотношения между байером и селлером как только селлера какие-то моменты становится мало либо он вообще отсутствует у нас появляется такой некий абсолютный перевес байеров то есть если одни покупки идут по рынку то представьте себе как резко будет идти рост в цене причем до этого на рынке может это можно увидеть даже в случае не сильного всплеска по ликвидности просто нет селлеров да вот какая-то вышла новость которая очевидно что под эту новость не нет смысла шортить потому что она позитивная для роста и против состава лучше не стоять поэтому селлеры просто вы заняли позицию например в кэш из и ждут подходящего момента а байеры идут например на той же самой ликвидности на тех же самых оборотах в минуту по объему как и раньше но так как не стало встречных ордеров на продажу цена просто уже естественно начинает расти идет поиск взаимоликвидности и цена будет тенн рост либо же дисбаланс по объему когда идет оборот ликвидности в минуту либо там пять минут как обычно то есть взаимоперекрытие идет но заходит на рынок крупный участник это второй вариант как может еще создаться дисбаланс то есть в первом случае просто ликвидности у одной группы стала меньше либо она отсутствует то есть их активность снизилась они идут по ликвидности на том же самом уровне и второй вариант когда крупный розык то есть ликвидность фразы в разы выше вот и то это является дисбалансом дисбаланс может быть как в сторону увеличения так и в сторону уменьшения то есть есть определенная средняя статистика на по активности и ликвидности за определенные участки и торговых сессий и времени периодов для разных инструментов так на силой погрузился любой точке объема вопрос задал влад есть время продажа покупка то есть нет приоритета какого-то цена падает растет только когда покупка или продажа уходит со своих цен противоположенства на согласно так можно в цифрах пример есть так михаил вопрос не понял в любой точке объема продажа покупки то есть нет приоритета какого-то цена падает растет только когда противоположенную сторону так влад сейчас попробую посмыслить что вы спросили первое что я понял ваше утверждение что объем этой покупкой продажи одновременно правильно и почему тогда идет рост я так подозреваем вот это вы хотели спросить а михаил можно в цифрах пример есть вот это я не совсем понял а влад подтвердил что в принципе смотрите влад это кстати правильный вопрос и вы достаточно в правильном векторе движетесь раз задаете именно его в объем то есть например 100 контрактов возьмем там минута и возьмем евро допустим так где он там у нас стакан вот у нас минутный интервал прескал прескал 10 что это такое заводите нефть возьмем так сейчас с а вот у нас блокчат есть отлично так бит ас тысяч рынок идет вниз за какой период времени бит аск 3000 рынок идет вниз это мы сейчас обсудим смотрите 309 вот на данный момент в кластере таймфрейм минута этого паттерна 309 контрактов то есть все правильно за этой цифры стоит 309 контрактов купленных и проданных одновременно между байером и севером то есть если взять там на обычном обычный рынок который нам знаком допустим купля-продажа машины то есть машина одна но объем сделки там 70 тысяч долларов допустим 309 это как раз объем сделки но на самом деле там за минуту проходило достаточно большое количество трейдов и сделок это сумма но байеров и селеров то есть байер не может без селера совершить сделку соответственно и селер тоже но почему начинает двигаться маркет смотрите во первых есть такой у фьючерса такая изюминка вот мне нравится что ликвидность на фьючерсном рынке не такая резиновая да вот как на фондовом то есть здесь ограничена ликвидность в стакане четко видно сколько сложенных ордеров и в принципе гипер крупные объемы просто незамеченным каким-то способом либо же в секунду там в моменте не смогут пройти поэтому их нужно размечать постепенно разбивая на меньшим ну Андрей зашли значит я вас поздравляю вы 18 победитель в нашем испытании вы проходите во второй тур вот и допустим у нас цена а в моменте на уровне а первый уровень допустим ну какая-то цена неважно со стороны байеров всего предполагаемых либо подготовленных контрактов на покупку находится допустим десять тысяч селлеров на этом же уровне в этом в этот же момент находится всего лишь три тысячи контрактов на покупку ой на продажу естественно они в моменте не проскакивают по рынку в стакане то есть они во-первых разных участников то есть мы берем buy reseller крупный как группа крупных банков либо мест компании то есть под одну в одну группу как бы их собираем да вот и будут частями размещать эти контракты там байеры 100 контрактов на покупку селлеры им ответили это будет происходить до тех пор то есть этот баланс пока у селлеров в данный момент на данном этапе на данной цене 3000 контрактов они допустим уже разместили у байеров осталось еще семь вот лежат тепленькие пора размещать но нет встречных ордеров то есть селлеров уже на этом уровне нет все они все что запланировали уже разместили у них больше нет ликвидности здесь на данном уровне размещать на шорт но есть 4000 контрактов которые ждут по каким-то расчетам допустим там проходит крае облака и шумоку и пенсионный фонд какой-то решил разместить шорты на каком-то индексе то есть естественно цена будет двигаться в сторону ликвидности это факт раз здесь нет селлеров но байеры хотят разместят размещать позиции они вынуждены размещать уже по цене хуже то есть тик за тиком тик за тиком цена будет двигаться на покупку так как по спросу приложению перевесу у байеров еще 7000 контрактов их нужно разместить эти 7000 контрактов как только дойдут до цены б там где 4000 контрактов рынок снова немного приостановится не будет такого сильного движения то есть фактически то что я сказал в начале рынок находится в двух состояниях баланс и дисбаланс так еще один победитель но это в принципе нет как-то не получилось у него зайти вот то есть 27000 контрактов на этом уровне там 4000 селлеров уже подготовлены то же самое будет происходить будет размещение 7000 допустим там еще 2 дошли каких-то других компаний и может быть 9 там ну допустим даже 7 4000 размещают размещают остается 3 у байеров и селлеры уже разместили на этом уровне все что хотели 4000 контрактов байеры поставляют заявки на покупку а в ответ тишина естественно они снова создают волну этап 2 либо же второй импульс покупок так как давят на рынок спросом надо купить где где встречный ордер дайте мне селлера брокер говорит селлеров здесь нет есть там еще выше так как всех начиная с институтов да и вообще приучили купить дешевле продать дороже и наоборот поэтому селлеры будут работать немножко выше по цене особенно толпа мелкие участники тогда это объясняет причину откатов вот 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 все правильно вы мыслите как только там 3000 контрактов уже разместят байеры допустим на том уровне будет 5000 контрактов у селлеров так как цена все выше и выше все больше участников селлеров будет принимать участие слишком завышенная цена одни раньше по своим каким-то анализом по своим каким-то подходом по своим каким-то там индикатором другие позже 3 еще позже ну и самые поздние там на вершине то есть на закате тренда покупок а здесь 3000 контрактов у байеров то есть они постепенно разместили свой объем опять же баланс третий уже и 2000 остается в запасе у селлеров у байеров уже все они разместились тем образом они создают давление и возвращают цену до второго баланса если прикидывать примерно постоянно даже интродей ситуации размещения крупного игрока и просчитывать где будет его средняя позиция можно зафиксировать уровни для себя выделять контрольные то есть какие ценовые диапазоны они должны поддержать чтобы не допустить снижение цены настолько чтобы у них уже по сводной позиции была убыточная ситуация то есть зона боли либо красная зона мы называем еще вот то есть примерно если даже в равных частях первый этап второй третий как раз по центру и будет уровень средне взвешенной общей позиции размещений на этом уровне будет важно очень важно наблюдать и мониторить рынок на предмет активности байеров либо же наоборот их отсутствие то есть если вы покупки находитесь и еще не приняли решение на фиксацию считаете например что еще нужно держать то этот уровень как проверка то есть если они будут удерживать на этом диапазоне цену и создавать еще спрос то есть докидывать объемы на сохранение дисбаланса на стороне байеров то на этом уровне должна быть активность как минимум на защиту диапазона а желательно даже на возобновление тенденции на покупку если же этот уровень проходят то есть селеры там победили то есть байеры не смогли удержать либо наоборот бывают такие случаи когда просто нет активности даже байеров в таком случае понятно что уже все они уже либо вышли и не будут поддерживать данный диапазон то есть им нет смысла даже работать на этом уровне либо так тут появляются какие-то заявки я их не могу даже активировать так ну в принципе еще пять минут до дельта совершенно верно дельта как раз и показывает кто в этом объеме это к вопросу влада когда идет объем 300 контрактов то есть он сам по себе по сути как бы не несет вектора направления то есть кто 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 же тогда двигает цену но в каждой сделке есть инициатор либо агрессор допустим возьмем влад покупает автомобиль в случае влад и автосалон то что в обычном жизни происходит влад приезжает в автосалон выбирает ту модель которому нравится цвет полностью комплектуют заказ и через год этот этот mercedes-benz можно забрать уже либо доставит прямо ему под офис то есть в этом случае инициатор влад он приехал в автосалон три часа простоял в пробках чтобы доехать до этого автосалона и согласился на цену которую выставил автосалон ту цену которую выгодно автосалону естественно она не стоит этих денег и ближе к новогодним праздникам цена упадет на этот автомобиль а а если еще выйдет новая версия то еще ниже будет цена но влад хочет именно сейчас купить автомобиль он хочет сейчас ездить на автомобиле который ему нравится вот теперь второй вариант который в жизни практически не не увидите не услышать та же самая ситуация влад хочет купить автомобиль но он никуда не спешит у него есть автомобиль и вполне в хорошем состоянии он выбрал модель и даже приехал автосалон посмотрел но цена его не устраивает менеджера с ним пообщался то есть извините цена не устраивает и влад уехал дальше допустим домой с расчетом что цена на этот автомобиль снизится под новый год и он сможет ее купить так как считает ее справедливой то есть он не спешит он не рискует и не заключает сделку раньше времени в общем просчитался под новый год допустим там налоговая инстанция приехала в этот автосалон и решили его опечатать так как там нарушение по документам и менеджер приезжает домой к ладу и просит просто слезно купите наш автомобиль их все равно конфискуют срочно нужно продать и тогда уже влад выставляет цену которая ему подходит и автосалон соглашается на невыгодную для себя цену таким образом в этом случае во втором который в жизни практически не существует инициатор автосалон у него проблемы ему нужно срочно продать автомобиль просто вот прям час цена естественно будет хуже чем в первом случае то есть здесь инициатор автосалон то салон селлер байер влад таким образом быть в этих 300 контрактов часть контрактов агрессоры байеры часть контрактов агрессоры целеры есть рыночные ордера есть лимитные ордера так вот в случае если влад все таки считает завышенную цена завышена на автомобиль и он решил подождать когда этот эту модель будет распродажа либо под новогодние праздники скидки либо выйдет новая модель и он спокойно намного решили купить он выставил лимитный ордер он считает цена на этот автомобиль не 80 тысяч долларов а 50 то есть он выставил лимитный ордер он ждет своего времени он не спешит рыночный ордер если бы влад приехал в автосалон и слету вот вот это мне нравится запечатайте пожалуйста все он купил это рыночный ордер маркет ордер по цене невыгодной поэтому в каждой сделке есть тот кто выставил лимитку и тот кто по рынку заходит поэтому из этих 300 контрактов может быть ситуация агрессоров на покупку 0 и 300 агрессоров на продажу таким случае у нас перевес за селерами абсолютный то же самое только со стороны байеров может быть потом может быть 150 агрессоров на покупку 150 агрессоров на продажу тоже может быть правильно вариант 100 агрессоров на покупку 200 агрессоров на продажу здесь перевес за селерами в два раза и наоборот ну то есть это мы основные варианты просмотрели но объем в этих всех ситуациях 300 контрактов поэтому очень важно наблюдать еще за дисбалансом в самом объеме это можно смотреть в уже до укомплектованном класс рчарте но он еще мы его еще развиваем и улучшаем ну допустим возьмем какой инструмент включить 19 участник поздравляю вас вы прошли испытание попали на обзор буквально 4 минуты и будем перерыв перед сантиль хорошо сантиль минута текущая сессия со стаканом и так это на стакан и если присмотреться интерактивный классер который возле него как раз и показывает вам дисбаланс на данном на данном тике в данный момент по данной цене допустим смотрите сейчас идет 2090 залив этого тика был с таким перевесом 102 контракта агрессор на продажу и 20 на покупку обратите внимание что сантиль с открытия сессии шел на рост это данные которые были естественно вот здесь то есть они зафиксированы и они будут меняться когда рынок найти на этот тик снова вернется то есть пока он не вернулся этот тик данное будет висеть как бы в истории обратите внимание рост шел на какой дисбалансировки 380 на покупку 13 на продажу 142 на покупку 1 на продажу абсолютный перевес на стороне байеров 223 10 333 5 266 и 2 204 2 как вы считаете стоит в такой момент совершать продажи при таком раскладе ликвидности я думаю что нет то есть фактически идти против тенденции против ликвидности поэтому этот момент этот анализ и эти данные стоит включить в свою стратегию и я уверен что это улучшит вашу торговлю так как точки открытия уже будут более просчитаны и более правильно подобраны то есть допустим уровень который не нет ну там нет поддержки вы будете видеть что там активности байеров нет поэтому не стоит там открывать сделку интерактивный кластер это наша разработка мы его создали и ну где-то год ему может чуть-чуть до год где-то назвать списками евро можно евро конечно еще раз повторю вот там вопрос был зеркально что-то выше смотрите здесь максимум да естественно там будет ликвидность перевес на стороне селера тут не будет байеров видите к здесь дисбалансировка поэтому и коррекция идет вернее даже не коррекция такой полу сползающий флэк важно непосредственно в самом моменте когда вы хотите заключать сделку анализирую интерактивный стакан только его и все да это не анализ то есть это в моменте вы видите данные которые проходят в моменте вот сейчас на данный момент на этом уровне что происходит с перевесом дисбалансом ликвидности естественно что достигнув максимальных уровень ну максимальной цены за торговую сессию там будет мало ликвидности на бай то есть желающих вообще покупать есть конечно вот красавцы но желающих будет очень мало и солеров будет преимущество поэтому там и и в интерактивном классе идет перевес на стороне солеров так следующий вопрос скажи цена цена идет туда где есть ликвидность совершенно верно мы же не знаем сколько ликвидности на 20 93 допустим там где стакан не достает вот сейчас стакан заканчивается у нас данные отображаются на 20 91 это отображение из истории то есть пока стакан там был последнее значение отложенного ордера там был 781 когда стакан сюда вернется возможно там будет уже не 781 а намного больше так как называется такой стакан дом аналайзер в окне ордеров практически во все графических модулях вы можете его активировать нажав view дом называется просто дом ну это сокращенная глубина рынка death of market история только за сегодня показывается история история вообще в платформе и чего история история или чего история История в стакане Это интродей Пока вы включили стакан Просто чтобы вы не забывали Какая была ликвидность Буквально 15 минут назад Не забывайте Что это состояние Ликвидности в одном тике То есть если рынок идет на другой тик То там считается Обнуляется Вот эти данные обнуляются Которые сейчас старые Вот сейчас будет 92.2 Как только туда придет маркет Вот эти данные были здесь Допустим 346.52 И 92.2 Когда рынок сюда вернется снова То есть вот эти данные обнуляются И записываются уже в этом тике Который сейчас На данный момент Как его использовать в интродей Ну это Отдельное уже занятие Там Тем более у нас времени уже нет Мне нужно 5 минут перерыв Делать перед Wall Street Online Продолжение в следующем вебинаре Либо уже у недельника на правкурсе Не Покидаем комнату Здесь же начнется Wall Street Online Через 7 минут Запись будет на YouTube В доступе В доступе Но не для всех Так Те кто Покинул Тогда я с вами прощаюсь Те кто все таки Остался на сет онлайн Через 7 минут Я вернусь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok